Значит, несколько слов еще раз о нашей газете, и потом, я надеюсь, что между нами будет рассказать, не только доклад, но сначала несколько цифр, несколько слов. Значит, газета называется «Автонпост», как я уже сказал. У нас до сих пор две издания ежедневно. Три раза в неделю. Это утреная газета, это вечерняя газета. Но с 1 января эта вечерняя газета будет приложиться к утреной газете. Это новое явление. Утренная газета – это как общая газета. Я вам покажу, что там содержание. Содержание вечерней газеты – это более местное в Осло и вокруг Осло. Значит, это локальная газета. Тираж падает, к сожалению. Но это обычное явление во всех странах. Но я так считаю, что падает очень медленно, очень медленно падает. Значит, и до сих пор у нас есть тираж около 240 тысяч. Это довольно большая, это самая крупная газета в Норегии сейчас. Раньше было, и сейчас есть. Сегодняшняя газета – это типичная газета для воднях, как мы говорим. Значит, трех разделок. Первый раздел – это, как вы видите, новости домашние, значит, норвежские новости, общие новости. Это такие общие новости, как у всех общих газет. Это мой отдел. Мир называется. Это международный отдел. И, как вы видите, мы сегодня освещаем события на Ближнем Востоке, что произошло вчера. Продолжаем освещать, конечно, эти. Как вы видите, у нас есть материал вокруг этого, разный, разного материала, как вы видите, и комментарии. Но мы не забыли о других странах, о других событиях тоже. Вот это из Лонани, вот они ищут Ричарда Третьего. Как вы знаете, Шекспира. Несчастный случай или катастрофа в Пакистане. Большой пожар там. И тоже есть у нас маленький комментарий из Германии. Значит, это международный отдел. Тоже есть спорт. Это первое. Это первое. Первая часть. Вторая часть. Это культура, дебаты, мнения, комментарии. У нас есть передовые. Это мнения газеты. Две передовые. Каждый день. Это комментарии. Это один из наших сотрудников, который работал раньше в Китае. Он пишет вот этот комментарий или анализ, более-менее, что там происходит в Китае сейчас. Потому что пропал без вести. Это наши сотрудники, которые будут следующим бидером в Китае. А где он сейчас? И что там действительно происходит. Это может быть очень сложным. Это наши сотрудники пишут вот этот комментарий. У нас есть тоже, как мы называем, хроника, хроники. Но это не наши сотрудники. Это нештатные сотрудники. Это дебаты, более-менее. И вокруг этого есть очень много дебатов. Конечно, не только вокруг этого вопроса, но и другие вопросы. И это культурный отдел. Издается очень много книг в это время на Веге. Осенью. Это обычное явление. И вокруг этого есть интервью с писателями. Есть реценции и так далее. Это тоже очень важная страница, кстати. Вы сами понимаете, о чем я говорю. А это реклама некрологов? Это некрология, да. Нет, это не реклама. Это реклама, да. Это тоже очень печальная страница. Потому что мы потеряем тетяхи каждый день. Но я вам покажу одну очень интересную страницу. Это только молодежь пишет на этой странице. Молодежь это означает с 13 до 18 лет. У них специальная страница. Когда мы начали выпускать, был очень большой спор вокруг этого. Потому что молодежь, все считают, что молодежь, они не хотят читать газеты. Ну, бумажные газеты, как это сейчас называется, Матерешков. Бумажные газеты. Потому что у них интернет, они могут выпускать что угодно. Но оказалось, что это был очень большой успех. Я не знаю психологии вокруг этого. Но дело в том, что молодежь хотят, молодые люди хотят видеть свои выступления именно на бумаге. Это более престижно. У нас, кстати, тоже есть сайт. Я не могу продолжать этот разговор. Но особенно... И это является очень большим успехом. Тоже есть экономический отдел, значит, финансовые и экономические новости. И самая крупная новость вчера, конечно, это было решение Конституционного суда Германии. Вокруг фонда, Еврофонда. И вокруг этого мы пишем, что там произошло, что это будет с Евросоюзом сейчас. И тоже есть комментарии с нашего брусильского корреспондента. Вокруг этого. Что происходит сейчас в Евросоюзе. Именно после этого решения. Что будет. Это утреная газета, вечерняя газета, как я уже сказал. Это больные на камне, такие ножки, усло, усло. Я вам покажу потом, если вам интересно. Автомпост тоже является истатистским блоком. У нас есть, значит, три раза в неделю у нас вечерняя газета. Семь раз в неделю утреная газета. Тоже есть приложение, журнал, по магазинам. Кстати, что вы видите, это завтрашний выпуск. Вы сами, вы первыми видите. 14 сентября. Сегодня сегодня сегодня. Уже готов. И там есть очень много разных репортажей. И вот самый крупный репортаж, это из нашей газеты, которая сейчас живет в Кабуке. Молодая женщина. Умная. Мудрая. Очень оперативно работает. Дело в том, что сейчас НАТО выходит из Афганистана. То, что там есть норвежские войска, тоже выходит. И что будет потом? Что будет с женщинами в Афганистане после выхода из Афганистана? Это вот ее репортаж. И поскольку она женщина, вот, в таком обществе, она дала и дает нам очень интересный и недоступный для мужчин материал. Спасибо. Спасибо.